Приветствую вас! Способов самодиагностики в любом случае 100% нет. Потому что самодиагностика это субъективная диагностика. У сознания человека есть определенные ограничения, и выйти за эти ограничения человек не может. Всегда нужно гулять со стороны, всегда нужно взаимодействие, нужна обратная связь, только тогда можно восстановить какую-то истину, и тогда можно увидеть то, что происходит на самом деле. Сам человек ограничен, как правило, паттернами поведения, привычками, своими установками, шаблонами, когнитивными картами. И исходя из этого, вряд ли можно говорить о том, что самодиагностика сколько-нибудь полезна. Особенно для такого важного и тонкого момента, как эмоциональный интеллект, о котором вы говорите. Ну, то есть, реально не говорите, но речь идет именно о нем, об эмоциональном интеллекте. Если по-простому, то то, что вы пишете, это умение лучше понимать себя, то, чего я хочу. И здесь, мне думается, идеально подойдет серия упражнений Федерика Первого, практикум по гестаркотерапии. Книга бесплатная, она небольшая, ее можно почитать, там есть все необходимые упражнения для того, чтобы вы смогли как-то повысить свой эмоциональный интеллект и лучше понимать, чего вы хотите. Не мешает также обратить внимание и на пирамиду потребностей масла, вот, причем именно пирамида, то есть обязательная очередность, жесткая иерархия в этих потребностях, вот. И вот, как-то, совмещая эти два элемента, совмещая эти два аспекта, можно будет уже о чем-то говорить. То есть, в первую очередь, это более плотная привязка чувств к вам. То есть, более полная способность распознавать то, что вы хотите. И второе, это понимание системы потребностей человека. Вот это вот то, что можно вам сказать. А так, если говорить практично, то это работа, индивидуальная работа с вами по определению запретов, по смене установок, по корректированию паттернов и по... Значит, переформированию ваших понятий и жизненных принципов, которые вам и мешают получать удовольствие от жизни. Используется здесь трозактный анализ, психоанализ, когнитивный подход. Но это все решается исключительно в индивидуальной терапии. Еще раз повторю, самодиагностика не дает 100% результат. Она вообще никаких результатов не дает. Вот это, по сути, лотерея. Иногда самодиагностика даже вредна, ну, определенным людям. Вот вы, например, как, скажем так, человек, ну, с проявлением невротичности, скажем так, вам самодиагностика вредна. Потому что придете к какому-то желанию, придете к какой-то потребности, будете себя еще больше возможно даже обвинять в том, что вы этого хотите. Из-за этого неврот будет усиливаться. Ну, я надеюсь, что на ваш вопрос я ответил. Потому что, ну, вы задаете вопрос, я, соответственно, стараюсь на него ответить. Вот. Попробуйте. Может быть, у вас получится. Может быть, вы сможете хотя бы, хотя бы достичь того, чтобы лучше понимать себя. И тогда уже будете готовы индивидуально работать с психологом по своей проблеме. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.